Хит – формы глагола. Да, с вами, смотрите, обратим сразу внимание на произношение данного слова «hit». Краткий звук «hit». Потому что, если мы скажем длинно «hit», то тогда это было совершенно другое слово и переводится как «жара». И у него прописание было бы не как сейчас «hit», а «h-e-a-t». «Hit» – это «жара», а «hit» – это именно «ударить». Итак, три формы «hit», «hit», «hit». Данный глагол неправильный, но три формы у него совпадают. В принципе, как, например, в слове «класть», «put», 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 или «резать», «кат», 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 или «позволять», «let», «let», «let» данный глагол неправильный. Но форму запомнить очень просто. И давайте теперь посмотрим примеры с данным неправильным глаголом. Итак, «he hit him hard», «он ударил его сильно». Или можно было бы сказать «he hit him very hard». Далее, «I hit the ball», «я ударил мяч». И последний пример здесь «she was badly hit», «она была сильно ударена». Смотри, то есть ее сильно ударили. То есть в первом предложении мы видим употребление второй формы «he hit him hard». Во втором предложении то же самое «I hit the ball». И в третьем предложении употреблен страдательный залог «was» плюс третья форма «she was badly hit». Именно так. Смотрите, почему в первом предложении не может быть ни первая форма, ни вторая, ни третья. Грамматически третья форма не подходит. Первая тоже. Потому что если бы была первая форма, то мы бы сказали не «he hit», а «he hits». А во втором предложении «I hit the ball», «я ударил мяч». Грамматически, в принципе, правильно, если мы скажем «I hit the ball», «я ударяю мяч», но это не имеет никакого значения, смысла не имеет. Поэтому «I hit the ball» – это вторая форма. Давайте еще раз эти примеры повторим. «He hit him hard», «I hit the ball», «she was badly hit». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!